это день города в студии максим васильев здравствуйте главная тема дня не успевают по срокам на улице урицкого у вице-мэра михаила рамодина попросили еще неделю для того чтобы закончить ремонт теплосетей приложение синхронизированы для контакта с налоговой не обязательно личное присутствие необратимость наказания за убийство рязанского таксиста осуждены два нижегородца сегодня сразу несколько рязанских информагент заявили о задержании сотрудниками фсб бывшего заместителя председателя правительства рязанской области игоря грекова и экс-министра здравоохранения области ирины петиной пока что силовики данную информацию не комментируют но по данным информагентств аресты проведены цитата в рамках расследования дела о закупках медицинского оборудования напомним в феврале уже был задержан бывший чиновник рязанского правительства владимир арцебашев ему предъявлено обвинение в мошенничестве при закупке коммунальной техники мы будем следить за развитием событий другим новостям сегодня заместитель главы рязанской администрации михаил рамодин проинспектировал ход работ по капитальном ремонту участка магистральных теплосетей на улице урицкого все дело в том что подрядчик уже нарушил все возможные сроки это сейчас на улице урицкого полный аврал что-то постоянно засыпают расчищают закапывают и вроде как так и должно быть все верно только есть нюанс все работы здесь должны были быть завершены еще месяц назад но подрядчику постоянно что-то мешало приехавши с инспекцией но участок михаил рамодин в выражениях не стеснялся тут теперь все должно круглосуточно участок в двести двадцать пять метров согласно контракту должны были заменить и благоустроить еще до 15 июня сегодня спустя месяц подрядчик просит еще времени при этом объективных доводов провала по срокам у него нет мы работали уже начали 15 мая два месяца назад за два месяца здесь уже никакие как бы эти причины не ну ладно мужики ну перестаньте какие стесненные условия ну хватит ерунду это заниматься ну что начинается по восстановлению благоустройства вы сейчас вы сейчас песок засыпаете и дальше пойдет щебень правильно сразу вы его уже привезли но послание уплотнения будет или нет то есть достаточно будет одного уплотнения где каток на окончании работы в металле и на благоустройство территории подрядчик просил еще неделю далее пять дней и в контракте это будет точно отображено каких-то объективных причин с которыми можно было бы согласиться нет поэтому подрядчик по завершению работ ему будут выставлены все возможные претензии предусмотренные контрактом контролируем практически ежедневно подрядчик на улице урицкого главный аутсайдер большого ремонта рязанских теплотрасс во всех остальных местах по словам михаила ромодина такого жесткого нарушения графика рабочие себе не позволяют тем не менее контроля за программой подготовки к зиме теперь станет больше с 1 июля все вопросы по налогам можно решать через портал госуслуг теперь увидеть так называемые письма счастья стало проще для этого заходить в личный кабинет или на почту вовсе не обязательно налоговые уведомления для уплаты имущественных налогов транспортного земельного и налогового имущества теперь можно получать на едином портале госуслуг как и требования об уплате за должности это возможно при соблюдении определенных условий пользователь госуслуг должен быть должен иметь подтвержденную учетную запись порядка 90 процентов это практически все пользователи госуслуг это те кто имеет подтвержденную учетную запись и второй момент это необходимо один раз направить из личного кабинета епгу непосредственно заявление о том что человек согласен получать налоговые документы на сайте госуслуг согласие на подключение услуги нужно подписать усиленной неквалифицированной электронной подписью для этого вам потребуется скачать приложение госключ на любой смартфон или персональный компьютер а далее следуйте нехитрым инструкциям и подсказкам все эти приложения и госуслуги и госключ они синхронизированы поэтому там в общем то ну достаточно все просто отсылка идет от из одного приложения в другое после того как уведомление о необходимости получения налоговых документов от налоговых органов на сайте госуслуг уйдет в налоговую инспекцию да соответственно примется в налоговой инспекции да будет оповещение на портале госуслуг что до ваше уведомление получено все после этого совершенно спокойно уже налогоплательщик понимает что он всегда сможет увидеть свое налоговое уведомление на портале госуслуг для этого нет необходимости ему будет выдвигаться на почту за заветным конвертом с нашими уведомлениями подключив налоговые уведомления на госуслугах налогоплательщик узнает о начислениях заранее и сможет оплатить налоги вовремя и без пеней без подключения услуги ваш личный кабинет отразит только напоминание об уже имеющейся задолженности вынесен приговор по резонансному уголовному делу об убийстве таксиста в кассимовском районе обвиняемые жители нижегородской области проходят сразу по четырем статьям подробности уголовного дела далее ноябрь двадцать первого года следственный комитет россии по владимирской области поступает обращение о пропаже человека в нем расписали все имя возраста что одет в том числе место работы такси через несколько часов обнаружили саму машину в рязанской области позже тело вскоре следователям удастся восстановить всю картину произошедшего 17 ноября двадцать первого года мужчина взял заказ отвезти двух нижегородцев до кассимова на дороге вся трагедия и развернулась попросил его остановиться на обочине таксист остановился вот здесь на обочине я достал нож слезал ему руки сказал чтобы он шел в лес отошли метров 30 лес вязал его там к дереву и шел назад водитель такси смог освободиться это заметил один из злоумышленников он и решился на убийство нанес водителю больше 15 ножевых после нижегородцы скрылись с места убийства на автомобиле такси машину они бросили на одной из улиц областного центра личности причастны к совершению указанных преступлений были установлены в кратчайшие сроки ими оказались два жителя нижегородской области 1988 и 1996 годов рождения один из них был задержан в рязанской области второй на территории тамбовской области старший из подсудимых признанный в том числе виновным в убийстве водителя такси осужден к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима его сообщник 6 годам 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима примечательно что это не единственный случай нападения на таксиста в том году при этом сами убийства не были связаны друг с другом второй случай произошел уже в декабре тогда тело пенсионера нашли на несанкционированной свалке известно что мужчина подрабатывал частным извозом в преступлении следователи подозревают соседа убитого рязанские полицейские снова пресекли поставку в город партии героина задержан рассчитывал раскидать ее по закладкам но как бы случайная встреча в магазине сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков у мвд россии по рязанской области поставила крест на всех его в планах этот молодой человек приехал на такси из столицы ехал в рязань по пути остановился в рыбном там и зашел в местный магазинчик где вроде как неожиданно встретил сотрудников полиции но задержали его не просто так оперативники унк получили информацию что из москвы едет наркокурьер в ходе личного досмотра в рюкзаке иностранца была обнаружена упаковка со свертками в которых содержалось порошкообразное вещество по результату исследования в экспертно-криминалистическом центре омвд изъято является героином общей массы 152 грамма про наркокурьера полицейские узнали вот что пока предварительно парню 27 лет самый стран средней азии жил в москве работал курьером на нелегальный интернет-магазин по сбыту наркотиков в рязани кстати уже бывал привозил сюда героин а для конспирации использовал разные виды транспорта теперь его деятельность пресекли полицейские у задержанного кстати изъяли уже сделанную им закладку сейчас следственным отделом омвд россии по рыбновскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьями покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере злоумышленник заключен под стражу в год двухсотлетий региональной пожарной охраны ветераны ведомства рассказывают о своей службе крупных пожарах и делятся бесценным опытом на этот раз героем выпуска стал валерий мартынов валерий мартынов с детства стремился быть лучше всех даже говорит в хоре кричал громче а в школе стал лучшим волейболем и баскетболе после учебы поступил в ленинградское пожарно-техническое училище признается что учился средне в дипломе есть и тройки однако поистине его увлек пожарно-прикладной спорт да так сильно что валерий мартынов стал первым рязанцем который сдал норматив мастера спорта все пророчили ему службу в пожарной охране так и вышло 65 молодой курсант попал по распределению в отряд пожарной охраны на нефтезаводе было очень много пожаров были случаи когда да не то что случить дежурство что мы пожарную машину не загоняли в бокс гараж вот приехали с пожара помыли машину заправили там значит поменяли рукава вот и не загоняем думаю сейчас задевнили точно задевнили вот было по по пять по шесть вызов выездов чаще всего конечно это был пропуск нефтепродуктов но случались и крупные возгорания в прошлом сюжете мы уже рассказывали о самых крупных пожарах на нефтезаводе однако не упомянули один из самых знаковых за который ветеран получил медаль все произошло 9 мая восемьдесят четвертого года в пятом часу утра пожар произошел рядом с битумной установкой площадка это там где-то 100 на 100 заставлена была вот этими кулями бумажные кули на площадке на этих на поддонах и вот вся эта площадка была объята почти все ну бумага на загорается быстро ветер сильно тяга нам главное было отстоять эту установку вот и там глава стоял железнодорожный состав там где-то 55 этих стояли под подмали все разбежались и вот пришлось защищать отстаивать вот за это мне там дали сейчас валерий мартынов давно на пенсии о своей службе вспоминает с улыбкой делится забавными историями вспоминает о сослуживцах периодически встречается с молодыми спасателями делятся боевым опытом и самый главный совет его звучит так никогда не жалуйтесь на судьбу ведь ее выбираете именно вы на этом у нас все еще больше новостей на нашем сайте 3w город 62 . tv на наших страничках в соцсетях всего доброго у нас все еще больше новостей на нашем сайте 3w город